На картодроме «Маяк» состоялся 19-й этап гоночной серии СФС «Аймол Маяк Джуниор Кап», в котором принимали участие юные пилоты от 8 до 14 лет. Это прекрасно организованная, многочисленная, но при этом любительская серия. Она даёт возможность новичкам прикоснуться к миру большого спорта. Участвовать может абсолютно любой, практически любой. То есть для этого не нужна ни гоночная лицензия, ничего. Тут немножко навыка, чтобы ребята могли адаптироваться к движению в плотном пелетоне. И всё, дальше остальное уже от них зависит. В этот раз дополнительной проблемой стала дождливая погода. Асфальт то подсыхал, то опять становился мокрым. В таких условиях многое значат и навыки, и гоночный опыт. Проблема в том, что держа Ка-0 у карты, и очень сложно. Надо ехать по внешней траектории, либо если есть внутри сухие пятна, по ним ехать также надо. Есть ребята, которые быстро адаптируются к изменению погодных условий и к изменению зацепа на трассе. В первой гонке победу в Абсолюте одержал Владимир Янченко. Алексей Мухин и Тимофей Фисенко заняли второе и третье место соответственно. Тимофею улыбнулась удача во второй гонке, по результатам которой он оказался на высшей ступени пьедестала. Компанию ему составили Константин Тюменцев, пришедший вторым, и Алексей Мухин, которому на сей раз досталась бронза. В Ульяновской области состоялась гонка «Холмы России», включавшая этапы чемпионата страны по ралли-рейдам и одноимённой внедорожной серии. На старт вышли 43 экипажа из 27 российских городов. В первый день пилоты проехали 20-километровый пролог, на второй самый длинный спецучасток протяжённостью 250 км и ещё 130 гоночных километров осталось на финальный третий день. На мероприятие собралась почти вся гоночная элита России, а потому результаты оказались несколько предсказуемыми. В зачёте этапа чемпионата России лучшим стал экипаж Владимира Васильева и Олега Уперенко. Следом за ними в таблице результатов расположились Денис Кротов и Константин Жильцов, причём оба экипажа выступают на мини. Третье место досталось экипажу команды «Камазмастер», а четвёртое с двухсекундным отставанием заняли спортсмены команды «Мазспортавто» из Минска.